Здравствуйте, дорогие друзья! Очень часто возникает такая проблема, что мы не можем потренироваться. И тренировки, на мой взгляд, они необходимы у кого бы вы не лечились. Будь то эндокринолог, и речь будет идти о снижении сахара. Определенная, соответственно, физическая нагрузка, она позволяет снижать сахар. Соответственно, невролог, ну, естественно, определенная физическая нагрузка для формирования вашего мышечного корсета тоже необходима, если вы наблюдаете невролога по лечению опорно-двигательного аппарата. Естественно, это какие-то специализированные упражнения, но тем не менее будет вам рекомендовать какую-то физическую нагрузку. Кардиолог, вот, пожалуйста, к нам у нас кардиолог работает, который задействован в кардиоцентре, в большом работает, вот, в нашем Самарском здесь. И, соответственно, тоже у них после даже операционных различных вмешательств, как минимум, есть там теренкур, как минимум, есть какие-то тоже занятия с резиночками легенькие и так далее. То есть, движение, оно необходимо. Естественно, когда мы говорим о похудении, вот сейчас я продолжаю постепенно, полномерно худеть. Вот, про это мы снимали выпуск, да, скоро снимем выпуск. Как мы похудели, что у нас поменялось, да, это где мы с Владиславом худеем. Вот, и для этого всего нужны регулярные тренировки. С возрастом это сложнее делать, у меня становится больше пациентов, больше каких-то обязательств, да, это при том, что еще там как-то я сильно не трачу время на личную жизнь. А семейным людям, с детьми, тем более сложнее найти время для тренировок. А, в общем-то, тренироваться как-то надо, надо поддерживать нашу физическую активность, потому что вот я прихожу на работу, да, сажусь за стол и стою с него только там вечером. Утром пришел, вечером встал. То есть, гиподинамия в чистом виде. Поэтому, соответственно, нужно тренироваться. Ну и для того, чтобы не запускать свои тренировки, у нас прямо на работе, да, ну, конечно, мы пациентов тренируем, да, здесь занимаются лечебной физкультурой. Кроссовер позволяет нагрузить все мышечные группы, ну и, соответственно, не только нагрузить, а, как я показывал, да, снимал видео, где я еще толстый такой сижу. Это 10 странных упражнений, соответственно, вот такими странными упражнениями позволяет реабилитировать любые наши, как правило, травмы, да, по крайней мере, помогать нам после травм восстанавливаться. Но, дорогие друзья, что делать, если у вас нет такого замечательного кроссовера, очень дорого его поставить к себе домой, и на работе вам тоже никто, как мне, может быть, и не захочет ставить, да, кроссовер? Нет, его поставить, чтобы я на нем все-таки работал. Это побочный эффект, что я на нем могу тренироваться. Но, тем не менее, онлайн-консультаций становится все больше у меня, поэтому даже вот на работе я иногда тоже и не успеваю потренироваться. Здесь много пациентов, думаю, онлайн-консультации, когда дома, когда есть промежуток, не всегда как бы на работе есть время. Поэтому сегодня я вам расскажу, какую замечательную штуку я купил себе домой, и вы посмотрите мою тренировку, которую, соответственно, я выполняю дома, когда не успеваю ни на работе позаниматься, ни в спортзале. И, соответственно, тренироваться, чтобы худеть, я все-таки сейчас стараюсь, ну, хотя бы три раза в неделю успевать, а хотелось бы вообще четыре. Ну, дорогие друзья, на этом, соответственно, переходим непосредственно к моей домашней тренировке, и я вам расскажу, какие упражнения я использую для того, чтобы и худеть, и поддерживать здоровье спины. А у меня, кстати, тоже есть некоторые сколиотические изменения и гиперкифазирование, особенно джимовика такого, потому что, в принципе, я там, ну, сейчас не активно занимаюсь пауэрлифтингом, а раньше прям вот выступал, и, соответственно, грудные мышцы сильные, они постоянно меня скрючивать пытаются в знак вопроса. И я делаю для этого специальное упражнение, чтобы компенсировать сколиоз свой, а это нужно делать пожизненно взрослым людям, если уже есть сколиотическая дуга, и чтобы компенсировать гиперкифоз. Приступим! Итак, дорогие друзья, напомню, что тренировка это лично моя, то есть вы можете ее не осилить, может быть, она, наоборот, будет для вас легкой. Я просто вкратце вам показываю, как я занимаюсь профилактикой мышц спины. Многие упражнения я делал без платформы, платформе занимаюсь я первый раз на видео, поэтому меня все трясет, корежит. Мне очень сложно делать данные упражнения, но вот гиперэкстензия, на мой взгляд, крайне необходима, как и ласточка. Ласточка вышеуказанная, то есть она позволяет здесь напречь не только наши повздошные мышцы, но и мышцы грудного отдела очень неплохо у меня чувствуются, и даже ягодицы, мышцы ног. Поэтому, собственно говоря, можете выполнять, ну, соответственно, здесь есть несколько вариаций этого движения. Если разводить ноги вам будет тяжелее, если делать просто ласточку, то вам, конечно же, будет полегче. Также не обращайте на стену, на антураж, у меня тут ремонт полным ходом шел, ну, и идет, заканчивается, поэтому все так по-спартански. Значит, выпады, выпады на платформе, если вы будете держаться за ручки, вам будет, ну, значительнее и легче. Без ручек крайне тяжело делать, мне и так ноги все трясло. Вот, немножко даже кивает здесь коленочка вперед, таз нужно больше тянуть назад. Отжимания над платформой, значит, включаем спину, лопатки обязательно включаем. Для этого вот такое округление спины и сведение лопаток, потому что мы с вами договаривались, что максимально стараемся прокачать мышцы спины. Боковая планка, ну, больше мышцы кора, включает там пресс, соответственно, включается поясничка. Ну, и всякие мышцы стабилизаторы, дорогие друзья. Напишите мне в комментариях, у кого получится, не получится сделать, соответственно, упражнение то или иное. Обязательно напишите, может быть, это легкая тренировка, и я не такой уж, скажу честно, профессионал функционального тренинга, и нужно что-то потяжелее. Поэтому вы видите, как меня просто колбасит на стойке на руках, хотя без платформы я ее легко делаю. Но, в принципе, вот на платформе все меняется, и я здесь просто помер. Помер я на стойке на руках. Отжимания, еще ничего так пошли, но таз у меня проседает вниз, пока не могу я его удерживать. Вся концентрация уходит на руки, такое выполнение упражнений травмоопасно будет. Возможно, травма у меня пояснично-крестцового отдела. Ну, да ладно, я просто отдохну, сделаю нормально. И полежать. Полежать, вот так вот можно ножки поразводить, отдохнуть в конце тренировочки, дорогие друзья. И, в принципе, мне этого хватило, чтобы максимально, честно говоря, пропотеть. Три подхода делал некоторые по 15-20 секунд, но максимум упражнения. Здесь, конечно, себя порезал, но из себя снимать неудобно. Очень криво, честно говоря, выходят все кадры. Вот, можно вот так вот немножко поделать такую вот складочку на ней. Делать полноценную, полную складку. Не просто у кого получится делать полную складку, полноценную. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Жду лайки, репосты. И не забывайте, что данная замечательная вещь, она у нас имеется на Валберес. Здесь все ссылочки, соответственно, в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья.